Вечер добрый! Слушаете вы свое радио? Очень рассчитываю на то, что в постоянном режиме. А как иначе слушать хорошую радиостанцию? Правда? Надо ее слушать все время. С понедельника по пятницу с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу-беседуем, музыку их слушаем, ну и надеемся на то, что поклонников у группы, приходящей сюда и вот сегодня пришедшей, неожиданно прибавит. Ну, очень бы хотелось, чтобы прибавилось сильно. Как всегда, ну, традиция есть традиция, мы от нее никогда, наверное, уже не откажемся. Сначала ребята сыграют что-нибудь из своего репертуара, а дальше уже я познакомлю вас с коллективом, назову, собственно, имя этих чудесных людей, занимающихся хорошим, интересным и живым творчеством. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали? Поехали. На страницах истории, размывая моря, Где кончается Родина, на груди и горя. Сколько спято и пройдено, городов и дорог, Сколько жизней положено, да все выпито в срок. Это мой рог, это мой бог, Он поможет тебе сделать вдох, Свою мечту я принесу, И с тобою оставлю одну жизнь свою. И от тюжного полюса до окраин земли Мои песни, как конница, пробираются в сны. Сколько жизней потеряно, На пустые слова, Что годами измерено, Не вернуть никогда. Это мой рог, это мой бог, Он поможет тебе сделать вдох, Свою мечту я принесу, И с тобою оставлю одну жизнь свою. Может, было напрасно все, И мечты так пусты, Оставляю тебе свое, Договаривай ты, Это твой рог, Это твой бог, Он поможет тебе сделать вдох, Свою мечту я принесу, И с тобою оставлю одну жизнь свою. Как посмотришь, такой интеллигентный мальчик швенен, А так рубит, мама не горюй. Ну, в общем, знакомьтесь, пожалуйста, Группа Сэдлис, так называется, Или Сэдлис. Давайте поразберемся, пожалуйста, Латын все-таки или английский. Хотелось бы понять, Как правильно вас произносить. С точки зрения, было проще. Там все понятнее. Микрофон себе подтяни, не стесняйся. Да, говорить тебе придется в него. Как правильно произносится название коллектива? Правильно произносится. Сэдлис. Сэдлис. Сэдлис, секундочку, Почему я тебя не слышу? Извини. Раз, два, три. Раз, два, три. Конечно. Вот. Да. Давай. Правильно произносится сэдлис Сэдлис с английским произношением. Сэдлис. Да. А кто мне тут про латынь терт вначале? Изначально взялось из латыни. Это слово, вырванное из контекста. Ну, в принципе, перевод похожий у него получается, Как с английского. Ладно. Вежливо ты так, в общем. Молодец. Сэдлис. 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 А что с точкой отрыва-то? Нормально так называлась группа? Нет, перешли на латынь. Проблема, наверное, самая банальная. Это забитость интернета этим же названием от другого коллектива. А до того, как вы назывались, вы не знали, что другой коллектив есть. Мы собрались с этим названием. В десятом году? Раньше. В восьмом. В восьмом году. Да, еще тогда и контакта как такового не было, и поэтому мы далеко не сразу узнали. О том, что есть еще одна точка отрыва. И поэтому нам пришлось сменить название. Потому что их много. Не, ну хорошо, давай так. Я не буду казнить сейчас и миловать. В принципе, мне все равно. Ваше дело, ваше название. Но точка отрыва так просто и понятна, и потом вдруг сэдлис. Знаешь, что вот у нас есть часть аудитории, которая не слушает группу только потому, что она называется не по-русски? Знаю. Есть такие люди? Знаю. Я сам таким когда-то был. Давно? Давно. Когда я слушал только русский рок, ДДТ, вот все вот это вот. То есть ты перерос? Да, я перерос. Но это еще где-то весной было. Да, я тебе был совсем недавно перерос. Да, юношеский перерост. Итак, давайте знакомиться. Алексей Хохлов, вокал, гитара. Добрый вечер. Владимир Вятчин, правильно? Гитара. Правильно. Бас-гитара Василий Богданов. Здрасте. Здрасте. Ну и человек со собственным... Подтяни к себе микрофон. Вот, молодец. Барабаны Владимир Шенин. Здрасте. Вы видите трансляцию и посмотрите на это лицо. Очень интеллигентный мальчик. Я почему-то вдруг вспомнил историю. У него сосед был. У него мама учитель музыки. И вот парень примерно в очках такой. Очень интеллигентный. Скрипочкой, конечно, она его мучила бедного. Скрипкой. А он пошел в армию. Ну, в смысле, остался в армии. И так, и служит, по-моему, до сих пор. Дослужился до кого-то. Не знаю. Как командовать можно с таким лицом? Не знаю. Ну, интеллигентный человек. Мне кажется, нельзя интеллигентного человека за барабаны сажать. Ты как себя там чувствуешь сейчас? Отлично. Расслабься. Итак, еще раз хочу напомнить, что сегодня вы можете с нами связываться. Это просто. 46-47. Это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробел, а дальше уже, естественно, все, что хотели бы адресовать коллективу. Может быть, вопросы какие-то у вас есть. Вот, например. Привет, ребята. Очень любим ваше творчество. Слушаем всем отделом на работе. Очень хотели бы услышать песню «Мосты». На какой работе слушают вас и любят ваше творчество? Я пока не понял. Будем разбираться. Кто, собственно говоря? Ну, Столивары в основном нас слушают. Микрофон, Лудь, так тебя плохо слышно. Да. Ну, ладно. Давай-давай. Неудачная шутка была. Столивары. Почему неудачная? Это в советское время были такие в районах, в городах, где варили сталь. Висели плакаты. Я их сам своими глазами видел. Столивар, помни, твоя сила в плавках. Это чистая правда. Потому что плавки – это не только то, что мы носим. Плавки – это еще то, что у них называется, когда они плавят, сталь. Посему я понимаю Столиваров, любящих такую музыку. Музыка жесткая достаточно. Так, 46-47 – это короткий номер для смс. Вы можете также писать все свои соображения. Это могут быть и вопросы, и эмоции, и впечатления. В группе ВКонтакте, официальная группа своего радио, все очень просто. Нашли ее, там обнаружили, собственно говоря, анонс. А в анонсе название коллектива «Сэдлэс», выделено «Синим». Я к концу программы усвою. Выделено «Синим», значит, активная ссылка. И по этой ссылке можете оказаться у них в сообществе, что тоже было бы неплохо, если бы частью этого сообщества вы стали. Дальше можно видеть все, что в этой студии происходит. Зайдите на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху есть плеер, в плеере слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео. Кликнув на видео, вы оказываетесь в картинке, которую предоставляет нам Планета.ру. Там, кстати сказать, кроме картинки, есть еще и чат, в котором также можно отписываться. Как называлась первая песня ваша? Песня называлась «Мой рок». «Мой рок». Вы сегодня по одному альбому пойдете? Нет. Или по всем? Нет, мы пойдем по всем. А сколько у вас их? Ну, это второй, получается. Это второй, то есть по всем двум? По всем двум. По всем двум пойдем альбомы? Хорошо. Как считать, откуда считать действительно, отчет вести группы Сэрлес? С 10-го года, с 12-го года, там не знаю, с 8-го, с какого года? Если 8-й год, это вы еще были точкой отрыва, да? В 8-м году мы собрались как точкой отрыва. Так, дальше? И просуществовали как точкой отрыва до 14-го года. 14-го? А, так вы молодая группа. Да, вот мы выпустили второй альбом уже с новым названием, с новым именем и немножко другим стилем. То есть вам годик еще? Да, даже меньше. Даже меньше годик? Даже меньше. Обалдеть. То есть сегодня у нас совсем начинающий молодой коллектив. Новички. Новички. Но какие новички, я вам скажу. Недавно познакомился с вашим творчеством. Очень понравился последний альбом. Последний из двух. Когда ждать новых релизов? Опять же, это СМС-портал. Никто не подписывается почему-то. Что же вы с такой привычкой-то не имеете, друзья, подписываться? Хотелось бы называть имя. Например, Василий задал такой интересный вопрос. А тут нет ничего, пусто. Пусто задало этот вопрос. Когда следующие релизы ждать от вас? Значит, сейчас уже плотно идет работа над третьим альбомом, получается. Я подсказываю. Да. Да, давай. Над третьим альбомом. И в ближайшее время, буквально месяца через два, планируем выпустить EP из трех песен уже с этой пластиночки. С третьей? Да. С третьей пластиночки. Кстати, называется вторая ваша пластинка «Задержка дыхания». Да. Давайте мы покажем ее в кадр. Ну, как увидите там, друзья, так вы увидите. Юль, подхвати как-нибудь. Вот так выглядит эта пластинка. Задержка дыхания от группы Sadless. Там все красиво, там внутри. Я бы сказал, такой маргинальный мужчина в очках. Прям брутал такой. Брутал. Ну, в общем, и группа играет не сопля в киселе, правда, а вполне себе серьезную музыку. Что дальше-то петь будем? Дальше песню с последнего альбома. Так. Называется «Путь». Путь. И так сейчас бабах, и вдруг сопли в киселе пошли. А почему нет? В конце концов, когда это красиво сделано, то и кисель вкусно. Сопли тоже будут с первого альбома. Дай тебе Бог здоровья. Ты подтверждаешь мои мысли. А петь ты будешь теперь в тот микрофон. Не путай. Еще раз напомню, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и группа «Сядлас» здесь сегодня. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну, я понимаю, что один человек — это одна голова, скажем, два человека — это два мнения, как минимум. Эти мнения надо как-то соединить. Как вам это удается? Наверное, потому что общаемся уже лет десять, наверное, и как-то уже мысли, они очень совпадают. А с каких пор стали общаться? Учеба совместная или что? Работа совместная. По музыке? Субтитры Алексею Дубровскому! Да, да, да. Вот, отлично. Ну, по музыке так и начали. Начали играть в одной группе. Вот, и так понеслось. И теперь я увижу вот этого товарища чаще, чем жену. Ну, иногда это, наверное, даже хорошо бывает. Ну, когда чаще, чем жену. Жена вопросов не задает. По крайней мере, она знает, где ты. Она же, наверняка, знает, где ты. Знает. С сомнением сказал. Как на поле чудес тут привета можно передавать? Конечно, передавай. Привет! А кому сейчас это был привет? Привет, моя жена. Вот. Как зовут жену? Юлия. Юлия. Вот, хорошо. Хотя бы так назвал бы. Юлия, привет. Привет. Я думаю, что Юлия приятно сейчас услышать привет от мужа. А музыка чья? Музыка тоже двойная. То есть вы вдвоем делаете музыку и тексты? Ну, в принципе, да. А ражировки все уже, ребята, допомогают? Ну, да. Как бы каждый уже носит свои там нюансы там мелкие. А как бы основную структуру, как пишем мы вдвоем. Я где-то в пресс-релизе в одном прочитал очень любопытную фразу. Кто это вам писал, я, безусловно, не знаю. Но, тем не менее, сам по себе подход мне нравится. Энергичная московская команда. Энергичная. Я вдруг вспомнил фильм «Энергичный танец». Смотрите. Откуда этот термин взялся? Мало кто из музыкальных коллективов себя так называет. Энергичная группа. Это все в тупик просто. Не, ну мы вроде не вялые такие. Нет, бога ради. Вялые и невялые. Просто этот термин сам по себе редко употребляется. И мне стало интересно, почему вдруг вы на нем делаете упор. Энергичная. Энергичная. Слово-то какое. Энергичная. Все прям. Ну, у вас смысл пошел. Сэрлэс, так называется, коллектив, который, извини, что перебил, который здесь сегодня, я читаю СМСки, 46-47, это короткий номер для ваших сообщений, свои пробелы, дальше все, что хотели бы сказать. Расскажите о своих впечатлениях и эмоциях от поездки по Уралу, Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск. Кто спрашивает, сами знаете, я уверен. Длинное имя у человека. Кто спрашивает, сами знаете, я уверен. Вот давайте ответим, сами знаете, я уверен. Как поездка прошла? Ну, во-первых, надо начать с того, потому что она была далеко не одна. То есть вот в эти три города мы уже ездили три раза. Три раза. А почему именно в эти три города? Ну, Челябинск я могу понять, Екатеринбург тоже, большие города. А Тагил-то что? Вот самый удачный город вообще. Потому что маленький, потому что неприкормленный, потому что там редко кто бывает. Именно поэтому. Поэтому на обычный маленький фестивальчик туда сбегается почти весь город. Я туда на картошку ездил. Серьезно, серьезно. Я служил просто на Урале в Ивдиле. Есть такое место, как мы говорили, если бы земля была в форме жопы, ну, по-другому не скажешь, то как раз дырочка была бы Ивдиле. Так вот, для того, чтобы, ну, приходилось служить там, да, в дебрях в этих, в джунглях практически. А на картошку для части мы ездили в Нижний Тагил. Там мы ее грузили в вагоны сами, солдатики, да, и возили к себе обратно. Поэтому Тагил знаю. Очень хорошо знаю. Не уверен, что город так разросся с тех пор. Так и остался, наверное, маленьким. Ну, в принципе, да. Тихим. И там вас хорошо встречают. Очень тихим. Слушайте, а вот мне интересно, молодой коллектив, которому меньше года. Ну, давайте так, по-честному. Как вы умудряетесь таким образом вообще кататься куда-то? Кто вас возит? А есть как раз знакомые на Урале, которые приглашают. Собственно, которые сделали нам первый тур, вот этот маленький. И вот три года подряд он повторялся. То есть настолько вы им понравились, что они у вас теперь три года подряд. Да. То есть походу дела вас в Екатеринбурге, в Тагиле и в Челябинске знают лучше, чем в Москве. Возможно. Вероятно так. Уральская группа такая. Ну, тогда надо диалект приобретать уральский. Надо так, чтобы понятно было в Москве, что вы с Уралу. Ну, мы сейчас еще раз съездим. Вот. А в Москве концерты где даете? Когда? О, недавно был. Где? В клубе «Рози Оан» называется. Хорошо, прошу? Да вроде ничего. А в ближайшее время какие планы? В ближайшее время конкретных планов никаких нет. Фестивали? Какие? Ну, на море планируем поехать. Хороший фестиваль. Я понял, так, ласты. В Крым. Ласты, пиво и кушетка, и гамак, да? И гитарка. И гитарка. Хороший фестиваль. Четырехструнная такая, гавайская. Не, ну если фестиваль, то какие? Ну, у нас можно называть. Ну, Крымфест. Крымфест, так, еще что-то. Планируем. Как они называются-то все? У нас есть специально обученный человек. Так, а где этот человек находится? Просто хотелось понять, какие фестивали, собственно говоря, у вас впереди? Где вас ждать-то люди должны? Ну, в Крыму теперь будут ждать. Хорошо, ясно. Еще где? Думаю, это мы на сайте-то вывесим ВКонтакте. Пока так сказать тяжело. Там идут везде переговоры, что-то все. Ага, ну то есть, в принципе, если вы станете участниками сообщества Их ВКонтакте, официальная группа, то вы будете иметь эту информацию первыми. Что тоже важно. Ну ладно, тему сняли. Всем привет. С творчеством группы познакомилась недавно, но уже их полюбила. Хотелось бы узнать историю создания группы и кто является автором текстов. Лена написала. Лена, а мы это все уже обсудили. Судя по всему, Лена отходила куда-то от своей радиоточки. И уже что в твоем пишут тексты и музыку, мы выяснили. И, собственно, историю образования тоже выяснили. Просто сошли со мной в какой-то музыкальной команде с тех пор вместе и не расстаются, я так понимаю. Правильно же? Все правильно. Все, Лена получила ответ, я думаю, достойный, тот, на который, собственно, и рассчитывала, я полагаю. Так, а теперь вот что. Тут у нас народ впечатлениями делится. Вам вообще как впечатления интересны, которые появляются у людей? Очень интересно. Какашку читать или только хорошие? Читать. Хорошо. Буду искать, значит, какашку. Пока читаю то, что есть. Значит, слушаем музыку и тексты хорошие. От Ильи Тинякова пришло. Привет, свои вечеры обещают быть очень даже хорошим. Ребята захватили с самого начала. Ирина Фильцина написала. Так, 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 так. Роковая хрипотца, веселая гитара. Отлично, отрыв. Денис Журавлев. Металлоргам привет от Сергея Сергеева. Так. Всем привет. А первая песня мне уже понравилась, пишет Анатолий Михайлов. Так. Значит, привет, живые. Надеюсь на второе открытие на этой неделе. Сэдлис без печали, пишет он. Нет. Ну, не совсем. Не совсем, но где-то так. Печалька. Печалька? Печалька чуть-чуть. Печалька. То есть группа печалька сегодня. Значит, вот еще. Не путать с печенькой. Где-то было что-то, вот еще одно какое-то. Ну, ладно, я потом, чтобы не терять времени. А где чернуха? Давайте. Что еще раз? Где чернуха всякая? Чернуха? Обещали? Так, парни хотят чернухи. Имейте в виду, что если вы что-то пишете в расчете на то, чтобы они как-то среагировали, пишите какую-нибудь чернуху. Ну, если вдруг что-то обнаружите. Давайте петь. Что это будет? Песня называется «Никому». Вот так сразу? Да. Ладно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». «Никому». Седлэс здесь сегодня. Поехали. Поехали. Немного ниже и наверх я написал себя тогда. Нас ждет немыслимый успех. Все, как хотел в последний раз. Я до сих пор ответа жду. Похоже, письма доставлялись не тому. Никому, никому, никогда, мимо жизни, мимо смерти. Никому, никогда, не понять в моей душе. Никому, никогда, все, что было неизбежным. Для кого и зачем я писал в своей стихе. Кому-то в сказанных словах Тяжелых мыслей перебор И страх, остывший на губах Кому-то обещал простор Ответов нет и не могло Все обещания в пустоту Случилось это так давно И не расскажешь никому Никому, никогда, мимо жизни, мимо смерти. Никому, никогда, не понять в моей душе. Никому, никогда, все, что было неизбежным. Для кого и зачем я писал в своей стихе. Никому, никогда, лишь слова, просто кругом голова. Обещать не могу, я не верю никому, никогда, Никому, никогда, мимо жизни, мимо смерти. Никому, никогда, не понять в моей душе. Никому, никогда, все, что было неизбежным. Для кого и зачем я писал в своей стихе. Ну, вот и хитец прозвучал. Вполне себе, радийный хитец, я вам скажу. Это вам спасибо. Тут народится, знаешь, как откликается, интересно сейчас наши постояльцы. Вот, например, Виктор Никонников пишет. У Би-2 полковнику никто, а тут просто никому. Ну, в общем, правильно, подход. Более широкий, объемный такой, серьезный. Даша Шаблинская решила немножко поиздеваться, пишет. Ну, если бы вокал немного другой, было бы круче. Хотя нет, очень даже хорошо звучат ребята. Но мы просили, вот мы получили. А вот теперь ты микрофоны стал путать. Это что, ты нервничать начал, что ли? Вот как так начиналось хорошо все. Значит, собственно, о существовании группы узнал совсем недавно. И после песни никому решила переслушать все их творчество, найденное ВКонтакте. Очень эмоционально, живо и одновременно трогательно. Ребята молодцы. Кстати, да, уже третья песня прозвучала. И я понимаю, что этот, так сказать, тезис о энергичной группе абсолютно точен. И понятно, что делаете вы музыку живую, настоящую. А вот что касается той самой душевности, откуда она у вас? Вы же нормальные парни, вы же не эти самые... Я знаю, так спортом занимаетесь, правильно? Было дело. Да. Откуда это все? Ну, не знаю, наверное, менталитет российский какой-то. Хочется вот это вот... Обслушался русского рода. Сокольки, да. Чтобы тронул. Хорошо. Ну, давай расскажи, на ком ты рос. Просто мне интересно. На нашем русском роке. Ну, и что, не на всем же? На ком ты? ДДТ. Калинов мост. Понятно. У Купник ранее вот это, да? Земфира была в самом начале. То есть, наверное, все вот это вот оно оттуда так вот сложилось. И вот как-то вот захотелось так же хорошо, как у них. А у них хорошо? Ну, я думаю, что да. Не-не-не, у них хорошо, я понимаю. Просто вот своя точка зрения. Как, хорошо у них? Я считаю, что да. Хорошо у них. А что такое русский рок? Русский рок? Да. Ну, раз уж мы заговорили об этом, давай. Вот вопрос так вопрос. Ну, кстати, на самом деле мы уже где-то год рассуждаем о том, что что такое вообще русский рок и... Спас. Так, так, так. И к чему пришли? Пришли к тому, что в понимании все-таки общественности русский рок это рок-музыка, которая поется на русском. На самом деле нет такого стиля, как русский рок, потому что, допустим, ДДТ русский рок, там, не знаю, какой-нибудь там Король и Шут, да, это не русский рок. В понимании людей все русский рок. Дай тебе Бог здоровья. Вот бы всех бы таких бы слушателей, да на прошлой моей радиостанции бы. Это же какой бы, какой бы можно было бы свернуть, в землю можно... Конечно, русский рок, ну, как и японский, как и французский, как немецкий, условно говоря, рок на языке, на котором он исполняется. Но просто есть часть людей, которые некий такой смысл сакральный вкладывают в это понятие. И когда их спрашиваешь, ну, вот, пожалуйста, вот же группа, замечательная группа поет по-русски, и рок поет. Нет, там про березки не хватает. Там не хватает про рубашку на груди, там не хватает про любовь, там не хватает про ту, которую к родине матушке я исполнял. Ну, это просто к любе надо подружиться. Вот, кстати, к вопросу, а любе это русский рок в таком случае? Ну, с точки зрения президента, да, безусловно, это русский рок. С твоей точки зрения? Ну, я думаю, что да, все-таки. Все-таки да. Ты так легко отделаться хочешь. Не надо. Что касается ротации, если она ротируется, песня, например, на своем радио, это совершенно необязательно, чтобы она была роковая. Между прочим, масса групп, которые к року не имеют никакого отношения, в том числе и зимфира. Вообще это к року не имеет близко никакого отношения. Просто хорошая музыка. Где там рок-то? Где ты в ромашках рок услышал? Скажи мне, пожалуйста. Барабаны есть? Барабаны есть. Гитара есть? Унана какие барабаны? Какие гитары унана? Ты был на концерте Айнана? Был. Мама не горюй, рок такой. Нет, барабанщик у них правда крутой. Вот и все. Так там же есть. Так почему же тогда это не рок? Попса. Давай поделимся, что такое попса. Наверное, все зависит от того, как это позиционируется. То есть если скажешь, что вот это, это рок музыка. Умница. Кто скажет? Вот теперь понять бы, кто это тот, который, зараза, это все проповедует. Наши СМИ любимые. В том и проблема. На мой взгляд, сейчас вы уже всерьез. Если вы делаете классную музыку, рок, она или не рок, не имеет ни малейшего значения. Главное, что это кайф. И ты понимаешь, что это кайфово. Слушаешь и радость получаешь. Уже хорошо. А когда главным в музыке остаются стразы, стринги, четвертый, нет, пятый размер, посередине и где-нибудь второй. Я сейчас не про мальчик. Хотя и мальчики такие тоже. И так далее. Не важно, кто поет. Главное, чтобы красиво ходило. Вот это попса, на мой взгляд. Если возвращаться к тому жлюбе, ну, в общем, попсу их трудно назвать. Правда. Трудно. Ну и роком не назовешь. А на мой взгляд, они достаточно конъюнктурные. В общем, правда. Ну, песни-то душевные. Конъюнктурные песни. Когда ты любимая группа президента, вот очень сложно быть честным до конца. Очень сложно быть честным. Хочешь сказать правду, но верните название «Точка отрыва», иначе не пущу на Урал. Если уже за вами Мишка-рекордсмен пишет. Привет, Миша. Привет. Расскажите об этом человеке. Это как раз и есть вот тот самый организатор, который у нас... Который вас в Тагил гоняет периодически. Да, именно он. А вот что самое интересное. Мы еще познакомились-то с ним. У него была на радио программа «Точка отрыва» называлась. Да, ешкинку. Так. Вот. И мы поэтому на этой теме сошлись. И как-то что-то пообщались, и потом несколько лет тишины, и тут решили списаться. И вот она, и вот тебе и хорошо. Сколько уж этих «Точка отрыва»? Рэперская группа «Точка отрыва», программа «Точка отрыва». Магазин. Магазин где? Есть в Москве магазин «Точка отрыва». Что продают? Не знаю. Хоккейный клуб есть «Точка отрыва». Клуб был в свое время «Точка отрыва». Потому что мы могли бы с гордостью говорить, это все наше. А тут всегда вот так называешь «Точка отрыва». И каждый человек такой, где ты ее слышал? Правильно. Вот зря переименовать. А потом начинает искать где-то, да? И все. Зря, зря переименовать. И не найдет нас никогда. Я очень горжусь тем, что в Москве есть такси «Чайка». И я всегда говорю, это мое такси. Да, реально, мне верят, понимаешь? Говорят, да-да, это мой смежный бизнес. А кто бы еще догадался бы назвать такси «Чайка»? Кто, кроме меня? Фанаты. Интересно. Есть фестиваль «Чайка». Я говорю, да, мой-мой фестиваль. То, что он был как-то год там, неважно. У меня и прокурор есть свой. И композитор свой есть. И машина в Советском Союзе. И «Чайка» была. Да, тоже мое. Все оттуда, все ноги-то откуда растут. Давайте петь. Чего это будет? Давайте. Вот как раз к теме о соплях. 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 Простите, пожалуйста. О соплях в киселе. Главное, не путай микрофоны. Как песня называется? Песня с первого альбома. Называется «Скала». Как всегда, «Живой звук». В программе «Живые». Здесь сегодня «Седлес». Поехали. И снова ветер бьет мне в грудь. Оскалы щепчут «Будь спокоен». И я смогу продолжить путь, пока этого достоин. Проклятый солнечный туман. Песок завязывают ноги. Ты будешь вечной для меня, я буду чист перед тобою. Усталость прожитого дня, ты снимешь лёгкою рукою. Ты пролетел через года, осталась той же, стой же нужной. Со мною будешь ты всегда, любимой, доблестной и дружной. Я думал очень много лет, зачем со мною всюду бродишь? Зачем спасаешь нас от бед и почему ты не уходишь? Ты все сомнения рушишь в прах. Пускай невольно и небрежно, ты убиваешь в людях страх, давая новую надежду. Ты будешь вечной для меня, я буду чист перед тобою. Усталость прожитого дня, ты снимешь лёгкою рукою. Ты пролетел через года, осталась той же, стой же нужной. Со мною будешь ты всегда, любимой, доблестной и дружной. Субтитры подогнал «Симон» Ты будешь вечной для меня, Я буду чист перед тобою, усталость прожитого дня. Ты снимешь лёгкою рукою, ты пролетел через года. Осталась той же, стой же нужной. Со мною будешь ты всегда, Любимой, доблестной и дружной. Ах, я думал, сейчас соляка будет и барабанчика тоже. Заодно раз гитарное соло уже было, не прошло как-то. Это ещё, пожалуйста, ещё одна хитяра, на самом деле, прозвучавшая сейчас в эфире. Да, совершенно очевидно, что... Вот у меня вопрос возник, а вы когда-нибудь свою музыку показывали на федеральных станциях? Кому-нибудь носили? На федеральных станциях? Ну, я имею в виду, типа, наше радио там и так далее. Честно, нет, не носили. А чего так? А как-то не дошло. До них? До себя? Мы там никого не знаем, как-то неудобно. Никого не знаете. Ну и что ж, никого не знаете? Как обычно музыканты носят только тем, кому знают, что ли? Ну, вы в формате, мне кажется, мы вполне бы там улеглись бы. Ну, возможно. Ну, а чего? Ну, поддержи меня, всё, я в тупик встаню. Не, я хотел бы рассказать про эту песню, которую сейчас сыграли. Недавно Лёха мне прислал как раз часть переписки. Его знакомый свадебный танец у них был под эту песню на свадьбе. Они джигу танцевали, что ли, под эту песню? Вот это, конечно, интересно было бы. Как под эту песню танцевать свадьбе? Мы прямо ждём видео. Они обещали скинуть видео. Прямо очень интересно посмотреть, что они с этим сделали. Как это выглядело? Ну, я вам могу сказать, что то, что я слышу, мне действительно очень близко. Мне очень нравится. Мне кажется, что у этого действительно есть хорошая, большая перспектива. Опять же, по музыкальной части. Опять же, если иметь в виду творческую составляющую. Кстати, давайте так. У нас часто это бывает. Это нормальное совершенно явление. Сейчас я не напряг сейчас. Такое нормальное явление, когда я спрашиваю музыкантов, чем они занимаются в мирное время, кроме музыки. Ну, потому что наверняка музыка не даёт пока возможности зарабатывать нормально. Чем-то зарабатываете. Кого тут у нас только не было, скажи. И пожарные были, и банковские служащие были, и айтишников. Айтишников сколько было. Вот просто от лени, видимо, айтишники занимаются музыкой. Я не знаю, почему их так много в музыкальной сфере. Ты кто? Я звукорежиссёр. Где? В прокатной компании. Прокатная компания. То есть ты, значит, получается так, вместе с пультом на прокат ездишь заниматься тем, что рулишь звуком. У меня музыка всегда вокруг меня. Не надоело ещё тебе? Честно, надоело. Тебе тоже? Хочу вам представить Сергей Дебальский, звукорежиссёр программы «Живые». Звук, который вы слышите сегодня, это его рук дело. Хорошо, понятно. Поехали дальше. Ты кто? Световик. Мы сейчас соберём команду на фестиваль, мне кажется. Сразу. И световик даже есть. Я визиточку оставлю. Хорошо. А что касается Света, где? Помимо музыки, мы ещё и вместе работаем. Прокатная компания. А там же. А вы знаете, что вы похожи внешне? Нет вам? Никто ещё не говорил? Вообще ни разу. Вот сейчас. Ни разу. Я, так как говорится, думал, братья. Потому что фамилии разные. Думаю, ну не мог же он взять фамилию жены. Вряд ли. Значит, их сходство, это, скорее всего, чистая случайность. А световик, звуковик? Ну что, надо к басисту обратиться. Вась, кто у нас, Василий? Нет, я не из этой сферы. То есть я не с ними вообще? Нет, я с ними, естественно. Я теплоэнергетика у меня. И машинист турбина на теплостанции. Такая серьёзная должность. Вот это в первый раз у нас сегодня. Теперь будет. Так, так, теперь будет заметочка такая. Что такое теплостанция? Это та, которая тепло даёт дома? Вот здесь на Волгоградском проспекте, похоже. Только у нас немножко другая. А машинист турбина это что? Это ты крутишь турбину, когда вдруг электричества нет или что? Операционный персонал. Я дежурный персонал. Не, я хочу понять функции. Режим, поддержка режима. Если на улице теплее или холоднее, мы меняем режим. Вот, я, собственно, этим и занимаюсь. Вот тут очень важно, чтобы человек, который меняет режим, не был слишком хладнокровным. Понимаешь? Когда он выходит на улицу, чувствует, что ему пока нормально, а в домах люди-то уже мрут от холода. Тут очень аккуратно. Тут надо что-то. Это не мне решать. Я такого знаю одного. То есть ты, в принципе, заполняешь паузу, я так понимаю, да? Я с человеком разговариваю, не мешай мне, беседу. Ну, если что, горячую воду могу отключить, кто насолит чем-то. А, ты можешь даже выборочно отдельно по квартирам или так уж всему дому так уж рубануть и рубануть. Ну. Нет, скажи мне, умеешь выборочно это делать? А то у меня есть один сосед мерзкий. Ну, мы потом поговорим об этом. Значит, может, в принципе. Пока скрывает. Что, Владимир остался у нас? Ты чем занимаешься, дорогой? Я преподаю в музыкальной школе. Ну, я же говорю интеллигентный. Самый интеллигентный человек у вас в группе. Преподаёшь барабаны? Да. Вот серьёзно барабаны? Серьёзно. Детям? Детям. И как у нас нынче дети? Ну, разные есть, но попадаются талантливые. А как определить, кстати, талантливый ребёнок в области? Игры на барабанах. Сколько лет начинает? Во сколько лет начинает ребёнок играть? Ну, разные. У меня был ученик один. Ему было 4 года. Так. И уже в 4 года можно понять. В принципе, он, конечно, еле-еле до педалей доставал. Но он в основном руками, мы с ним занимались. Он вполне так прилично это всё делал. Ну, сейчас-то ему уже 44, я понимаю. Чем он сейчас занимает? Нет, ему сейчас 6. Почему он так ведётся на всё? Ну и что за эти 2 года он уже умеет? До педалей достаёт? Ну, он ходил недолго. То есть он начал, а потом там какие-то семейные проблемы у него. Ну, это как бы не его. Ребёнок, который недолго ходил, меня это немножко тревожит. Правда, слегка. Два года позанимался, и всё, и перестал. Нет, даже там речь о месяцах шла. Ну, просто какие-то обстоятельства. Видимо, родители переехали, и сложно было. А ты не объяснил папам с мамам, что талантливый ребёнок? Ну, жалко же. Ну, это... Некоторым родителям можно долго объяснять, что их ребёнок талантливый. Он его хотел себе даже оставить. Ребёнка? Нет. Хотя бы на время, да? Да, на время можно. Не дали, я так понимаю. Эх, эх, эх. Очень жалко, потому что когда родители... Ну, хорошие, правильные родители, видящие талант своего ребёнка, помогают ребёнку развиваться. Вот тогда и культура двигается, и спорт двигается. Знаете, что ж папа Шарапова в своё время продал почку свою? Кому? Кому-то. Просто продал почку для того, чтобы были деньги. Он на эти деньги отвёз её в американскую школу Маш Шарапова теннисную. И первые деньги, которые он внёс, были как раз те деньги, которые он за проданную почку. Так что Маша Шарапова стала теннисисткой только потому, что папа вот так активно за неё болел. Теперь она папу любит, понятное дело, всю жизнь оставшуюся. Он столько вложил в неё, даже почку. Не, ну героизм прям. Ну-ка, вот папа делал ставку. Зато сейчас он папа-то как живёт хорошо. Я тебе скажу, даже с одной почкой. Ну, окупилась. Маша-то, Маша-то. А Маша не вернул ему почку? Почку вряд ли. Новую. Я думаю, золотую. Она поставит ему в своё время в комнате золотую почку. Ну, как напоминание. Давайте петь дальше. Давайте. Что это будет? Песня «Остановись». Хорошо. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Сегодня здесь группа «Седлас». Это коллектив из Москвы. Так, на всякий случай кто-то интересовался. Да, московская группа. Поехали. В словах, в глазах, там на перронах, в поездах был голос твой, Который следовал за мной, который звал меня с собой. Женкова вечер, чужая речь. С момента наших первых встреч, прошедший год, я делал всё наоборот. Вся жизнь менялась на глазах, я всё спускал на тормозах. Но голос твой, что так же световал за мной, остановись. Просто замолчи, делим на нули, всё, что осталось между нами, я устал. Слишком долго ждал, сам себе я врал, в связи с Европа. В словах, в глазах, там на перронах, в поездах был голос твой, Который следовал за мной, который следовал за мной. И всё по кругу каждый год, начать с нуля, но я не тот. Огни, дороги, пустота, людей меняют города. Остановись, просто замолчи, делим на нули. Всё, что осталось между нами, я устал. Слишком долго ждал, сам себе я врал. Без жизни пропал! Остановись, просто замолчи, делим на нули. Всё, что осталось между нами, я устал. Слишком долго ждал, сам себе я врал. Без жизни пропал! Ну что, ещё один хиточек я услышал сейчас, просто краем ухом. Мне показалось, что это вы пели сейчас. Ну, по крайней мере, никого другого в студии не было. Вероятно, группа Сэдла сейчас пела эту песню. Ещё одна, очевидно, хитовая. Скажите мне, пожалуйста, ну, потому как Володя Шейнин играет с пюпитром, я понимаю, что образование музыкальное есть. Потому как барабанные ноты — это обычные ноты, хрень страшная. Непонятная для нормального человека. А барабанные — это вообще крючочки какие-то с палочками, там вообще не разберёшься. Но он играет, глядя в них. Значит, имеет музыкальное. А что заканчивало? Какое у тебя за плечами вузы? Вот недавно, в декабре, я закончил институт культуры московский. Ну, перед этим училище было... Эстрадное отделение, так понимаете? Нет, училище было, ну, можно сказать, к сожалению, классическое. А вот институт уже был эстрадного направления. Почему? Почему, к сожалению. Там уже мучают на треугольнике играть, когда классическое. Нет, ну, в общем, это было... Самое ценное, что может быть. Как-то я... Что-то... Что? Не классик. Не получилось у меня уйти оттуда как-то я... Ну, мне, в принципе, тоже нравилось, но не так сильно, как, конечно, эстрадное вот это вот направление. Поэтому, слава богу, что у меня получилось как бы перекинуть стрелку на другую дорогу. Слава богу. Просто я знаю, что классиков, барабанщиков обычно первые восемь лет учат играть на треугольнике. Это выматывает страшно. И поэтому, естественно, барабанщики все в нерве, и им не нравится эта история. Эстрадное отделение куда более динамичное, я так понимаю. Нет, я пробовал на музыкальном треугольнике играть, не освоил. Музыкальный треугольник? А какой еще? Конечно. Очень сложный инструмент, просто там надо знать, куда попадать правильно, чтобы било в нужную точку. Леш, ты у нас кто по образованию? Музыкальный искал? По музыкальному образованию. Музыкальное, да, есть фортепиано. А вокал? Нет. То есть вокал от природы такой, какой есть? Ну да. Ну я тебя поздравляю, это же круто. У тебя есть музыкальный образ? Нет. Что, вообще никакой? Вообще никакой. А зачем я у гитариста об этом сказал? Басист тоже не имеет музыкального образования. Эти люди никогда чаще всего не имеют. Кстати, басист имеет, и ни одного. А что тогда скромничаешь, рассказывай. Говорит, нервничаешь? Нет, еще нет, я учусь джазу в Московской колледже импровизационной музыки. Ким. У меня только первый курс пока. У меня еще сессия впереди, я еще и не сдал. Нервничаешь еще? Нет, я не нервничаю, времени маловато. Что вы даете на сессиях? Правда, интересно, что сдаете? Меня сальфеджи беспокоят, прежде всего. Остальное как-то... Ну и сальфеджи обычные, там обычный экзамен. Ну, стандартный, я думаю, что везде такой там. Ритм сальфеджи будет отдельно. Басовые линии. А вот что сдают на басовых линиях? Построению басовых линий. Дается сетка, ты на эту сетку делаешь линию, и потом это же, собственно, играешь. Ну и также пьеса 448. Ты не можешь показать, что играют? Просто правда любопытно. Я никогда не принимал экзамен. Никогда не был на сессии музыкальной. Особенно у басистов. Ну, я не знаю, насколько меня это будет слышно. Тебя? Я тебя умоляю. И вот так сидят педагоги, и вот это слушают, переобъяснили. Всю жизнь. Это там очень многое в этой линии. Педагогам, которые принимают у вас экзамены, братцы, надо платить колоссальные деньги, чтобы они не сходили с ума. Им платят деньги. Я не знаю, какие, но платят. Это вот сколько у вас студентов таких? Было много, осталось меньше. Где-то треть осталось. Даже, наверное, четверть. Ну, у нас семеро, по-моему, сейчас осталось. Или шестеро осталось. Ёхан и бабушки. Ну, именно басистов. А так там и гитаристы. А вот эта программа, она длинная? Насколько времени она рассчитана, чтобы сдать-то? В смысле длинная? Ну, сколько ты должен вот это делать, что ты сейчас делал, для того, чтобы сдать сессию? Полчаса. А, ну, четыре, чтобы сдать сессию. Ну, одна пьеса, ну, как песня, длится минут пять. Там сетка сложная. Тридцать пять минут. Под это дело импровизируют. Обычно идет тема. Кто импровизирует, прости? Все. Педагог? Нет. То есть, я представляю себе, басиста, который делает бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, а педагог импровизирует. Ну, сдавать будем под минуса, насколько я понимаю. А дальше ансамбль, там и саксофон, и гитара. В принципе, есть и вокальная педагогизация. Скажи мне, пожалуйста, нет, я сейчас без иронии. Ну, правда, правда, дико никогда не был просто на этих экзаменах. Скажи мне, пожалуйста, а людей, которые заканчивают это учебное заведение, потом в музыку приходящих, в реальную музыку много? Ну, в основном педагоги. То есть, люди идут, ну, не все, а большинство, насколько я понимаю, идут преподавать. Дальше в музыку. То есть, мучают люди. Ну, у нас преподаватель играет джаз в разных, ну, не кабаках, а в таких, ну, я не знаю, как точно это называется. Джаз в кабаке? Джаз в кабак, да. Ну, это не кабак. Люди пришли в кабак, чтобы послушать педагоги. Я никогда не был у него на концерте, он еще зовет, вот я приду, посмотрю, послушаю. Потом расскажешь, что за место такое. Потом расскажу, что за место, да, это целое искусство, целая культура джаза. Где люди не Стаса Михайлова заказывают, а джазовые пьесы. Я просто хотел побывать бы в таком клубе, правда? Ну, я не могу сказать пока, что я проникся джазом, что я его понимаю, что я бы его слушал, но я много черпаю оттуда именно, не сколько в технике, сколько в мысли, в гармониях. Очень полезно, познавательно. Я думаю, что любое классическое образование все-таки полезно. Ну, я вообще считаю, что рок-музыканты должно быть образование музыкальное. Ты понял, да? Что ты делаешь в рок-музыке без образования? Почему ты даже... Мы его подучиваем потихонечку. Круто. Спасибо, ребят. Правда, очень интересно пообщаться иной раз на темы, которые как бы не касаются творчества группы, но в любом случае рассказывают о людях гораздо больше иной раз, чем прочитанная какая-нибудь фраза где-нибудь в интернете. Народ требует вашей песни в ротацию своего радио. Ну, с народом у нас разговор короткий. Я как-то опубликовал уже мысль на предмет общей мысли народа. Но нет, это не имеет отношения к аудитории своего, потому что у нас, слава богу, тонкомыслящие люди. А я сам сказал, что у вас достаточное количество песен, которые вполне себе хитовые. Вот этот час надо какой-нибудь песней закончить, потому что потом мы уйдём на перерывчик, потом вернёмся в студию. Мне просто хронометраж. У вас все песни примерно по три минутки, да? Где-то да. То есть вы всё подгоняли типа под... Под эфир, да. И никогда ещё не носили свои никому песни. Мы долго готовились. Они всё делают для того, чтобы оно зазвучало. Делают даже в хронометраже всё правильно. А песни свои никуда не носят. Но будем считать, что принесли. С оказией, так сказать, к нам. Значит, эти качки в татуировках скромничают. Но я сдам их с потрохами. Они обслуживают концерты звёзд российского и мирового масштаба. В том числе Гарри Мур в Кремлёвском дворце ещё при жизни. В том числе Григорий Лепс и так далее. Страна должна знать своих героев. Это рекордсмен написал. Так. Вот он. Ну-ка, ну-ка. Миша, ты многого не знаешь на самом деле. То есть триндели они, Миша. Да, мы ещё кое-где работаем. Привирают они на самом деле. Нет, а если уж к этому вернуться. Озвучиваете, в смысле, большие концерты какие-то, да? То есть ты как звукорежиссёр работал на концерте Гарри Мур? Как техническая помощь. Стейдж Хэнд, работник сцены. У Гарри Мура? Да. Ну и как? Как он? Как? Как Гарри? Как старик Гарри тогда ещё когда живу? Не дурно, да? Да, я совершенно не дурно. Нет, я сейчас немножко о другом. Находиться рядом с такой величиной, скажем так, каково. Уже привыкли, честно. А кто ещё был? О-хо-хо-хо. Начинай. Моги список. Ну, хотя бы частично. Рамштайн, Юту, Аха, Витни Хьюстон. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес. Смотрели на попу застрахованную. Ну и как? Ну, поп как поп. Я понял. Maroon 5, Simple Plan. Тут страхуй, не страхуй, всё равно получишь страховку, да. Так. Достаточно, я думаю. Ну, то есть мне уже стало любопытно, что за прокатная компания у вас. Уже просто дико стало. С очень большими профессионалами в штате. Ну, кроме всего прочего, эти люди, которые помогают другим звучать красиво и даже попом выглядеть хорошо, они ещё и сами поют замечательно. Ну, давайте, какая будет песня финальная в этом части? Что это будет? Песня, мысли. Так, мысли или песни? Песня называется мысли. Седлэ здесь сегодня, как всегда, в программе «Живый», исключительно живой звук. Поехали. Микрофон не перепутай. Песня называется «Живый», исключительно живой звук. Песня называется «Живый», исключительно живой звук. Песня называется «Живый», исключительно живой звук. Между нами повесли Ночь в нас Куда-то уносила В первый раз Это невыносимо Три минуты молчания Дальний свет Для кого-то остался Для кого-то нет Я ушел по дороге Которой, которой, которой нет Бесполезные мысли Между нами повесли Ночь в ритме дорог Кто-то не смог Остаться за порог И не спать Опять я что-то в жизни должен поменять Снова должен проститься И уйти Год за годом сбиваясь На своем пути И со мною остаться Остаться, остаться Не смогли Бесполезные мысли Между нами повесли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хочется продолжить эфир В принципе, время пришло Пауза закончилась Напомню Сегодня здесь Группа Седлас Я вам скажу так Прежде чем мы продолжим Музыкальную сторону Я прочитаю Одно из сообщений Пришедших В группу ВКонтакте От Юлии Усовой Впечатление от группы Пишет она Как будто слушаю Какую-то известную Рок-группу Эти песни как раз те Что могут звучать Из любого утюга Если бы у попсы Вдруг фанера кончилась Красивейшие Драйвовые Понятные Доступные Без невозможных Изысков В хорошем смысле Такой вот Отличный Вкусный Рок Это мнение Слушателя Программы Мнение Аудитории Своего радио Это очень много значит На самом деле И мне кажется Что это очень точная И верная характеристика Всего того Что делает Команда Седлас Куда-то подевался Ваш Владимир Куда он делся Он заблудился В коридорах Да Коридоры у нас Действительно Очень тяжелые Сложные коридоры В этих коридорах Только и делаю Что блудят Или блудят Нет Не то слово Ударение Одно ударение Много зависит На самом деле Пауза была большая В этой паузе Много чего произошло И песню Вы уж послушали Те кто программу любит И рекламу Теперь мне надо Вернуться к музыке Я прежде чем Начнем дальше Я имею Продолжим дальше Играть песни Хочу вот какой Вопрос задать Один альбом У меня уже есть Вы его принесли Это ваш второй альбом А первый где? Первый у нас Где-то штучек 30 Осталось Тиража А где Сам альбом? Дома у меня Дома у тебя Ну у меня к тебе Большая просьба Приволочь его Как-нибудь передать И я задам тогда вопрос Такой сакраментальный вопрос Если Какие-то песни Из этих альбомов Вдруг неожиданно Попадут в ротацию Своего радио Вы против не будете? Нет конечно Это важный вопрос Я объясню почему Потому что мы С авторским обществом Не дружим Я полагаю Что Та история Которая называется Авторское общество В России Это история Заработка На людях Других людей Мы договариваемся С музыкантами лично Если вы не против Того чтобы песни Ваши звучали в ротацию Мы эти песни возьмем Мы только целиком За Отлично Тогда мы договорились Я полагаю Что меня сейчас поддержат А я сейчас вопрос этот задам А дальше посмотрим На ответ Друзья мои Обращаюсь к вам Это слушатели Это вы Собственно говоря На вас мы Ориентируемся частенько Как вы думаете Песни группы Седлес Могут звучать Вот так я поставлю Ехидно поставлю вопрос Могут звучать В ротации Своего радио Ответ Короткий должен быть Да Или нет А потом посчитаем Сколько же все-таки Было того Или иного Ответа Какая песня Будет у вас В начале этого часа Через года Называется Со второго альбома Как всегда Живой звук В программе Живые Напомню Группа Седлес Здесь сегодня Поехали Редактор субтитров Время А ведь когда-то Было время Когда болтались Все без дела И каждый Что хотел Творил Еще то не было Ночам и дням Мы прожигали Эту жизнь Чертем Летело время Жизнь кипела Перед нами Был открыт Весь мир Через года Мы стрелой пролетели Забыли Как жить умели И хотели О чем мечтали О чем песни пели Все осталось В прошлом Просто мы повзрослели Знали Что не случится Это с нами Мы не остались С тем Кем стали Да мы не верили И словом Мы просто молча Уходили В ночь И посылали Кучу мыслей Прочь Летело время Жизнь кипела Перед нами Был открыт Весь мир Через года Мы стрелой Пролетели Забыли Как жить Умели И хотели О чем мечтали О чем песни пели Все осталось Прошлом Просто мы Повзрослели Через года Мы стрелой Пролетели Забыли Как жить Умели И хотели О чем мечтали О чем песни пели Все осталось Прошлом Просто мы Повзрослели Что не песня То хит Это не я сказал Спасибо Это люди пишут Стараемся На смс портал 4647 Короткий его номер 4647 Свои пробел А дальше уже Что хотели бы сказать Там будут вопросы Впечатления Эмоции Соливаров В эфир Жуни песня То хит Подпись Санек Пожалуйста Саньку привет Передайте Санек Привет Бесит Что пацаны Строят из себя В эфире Культурных Мальчиков Колокольчиков Но ведь в жизни Это просто Безумно отвязные Панки Раздолбая Дикий ржачий Закидон И с ними Обеспеченный Пишет вам Рекордсмен Неугомонную Миша Жди Мы приедем Это он Набивается На то Чтобы вы как-то О нем Не забывали Ни в коем случае Дальше потом Домой Передайте Почитайте Сколько народу Написало Да Кто-то даже Пишет Да 200% Значит Леша Бахвалов Написал Хотите гадость Получаете Ждем Сижу Делаю Сопромат Нужно На завтра Еще 6 задач Сделать Но под эту музыку Как-то Все замечательно Так получается Спасибо вам За ваше творчество Добра и процветания Вот такие гадости У нас пишут Какая же это гадость Образованная аудитория У нас просто Даже гадости Завуалированно Присылается Сопромат делает Сопромат делает Удачи вообще А что касается Сопроматов Ну и всего остального С одной стороны Я понимаю Что на хлеб Насущный Приходится зарабатывать Деньги Работая где-то Это естественно И не только в России Кстати когда говорят Когда говорят Что вот Дескать Россия Страна такая Где музыканты Вынуждены где-то Еще работать Чтобы потом играть Как показала практика Так происходит везде В этой студии Я уже говорил об этом Не вам правда Были группы из Австрии Из Германии Российские Ну в смысле Русскоязычные группы У них там То же самое происходит Абсолютно то же самое Ну по крайней мере До тех пор Пока группа Не становится Значимой какой-то На этот счет Есть другая теория Давай То есть музыкант Должен зарабатывать деньги Иначе им придется Заниматься чем-то другим Тоже верно Тоже верно Значит ребята Наконец-то могу Наслаждаться вашей музыкой На супер радио Пишет Сейчас прочитаю Кто это Значит скажите Что вас вдохновляет В музыке и по жизни Ваша телочка Вика Мне вот в данном контексте Не очень нравится Так сказать Ваша Телочка Это по ловиной части Я женат Между прочим Я понимаю Поэтому она к вы На вы обращаются Да Я понимаю Я с ней просто Незнаком Практически Да я собственно Тоже конечно Ну как Знаком Конечно А какой вопрос Я уже забыл Не важно Это уже не имеет Ни малейшего значения Я тебе скажу Спрашиваю Что вас вдохновляет В музыке и по жизни Вопрос такой Достаточно привычный Муза ваша Где В чем она В тишине Все ответ дан Я думаю Абсолютно Исчерпывающий ответ Тут было еще Какое-то такое Любопытное сообщение Вот она Сэрлис Как вы относитесь К спорту Ватруне Спрашиваю А это уж По твоей Иной части Судя по тому Как пацан Он тебя смотрит Ватруне Это кто Ну если Та самая Ватруня Ну ватруня Написано Ну вот мне кивает Что та самая Так Настя привет Так Ну вопрос-то ответишь Нет А какой вопрос Вот видим Как только речь о девушках Они забывают о вопросе Ты понимаешь Ну это К спорту отношение Какое К спорту Да Ого-го-го-го Наверное Это хорошо Заниматься спортом Но Я просто прошел Через это Чуть-чуть Вот совсем И Чем занимался Ну Как бы Тяжелая атлетика Наверное Назвать По телевизору смотрю Да и как бы Когда все это закончилось Все не очень хорошо стало Я знаю Вот Большой спорт он выматывает Это большой минус Чего я очень недолго А почему бросил Время Не было просто времени Там один раз пропустил Второй раз пропустил Третий раз стало лень И все Вот так Понакатанный До чего До какого уровня Дошел Так Для себя Таскал Что ж Да Наверное Для себя Для себя Ну а обычно Когда занимаешься Такими тяжелыми Я имею ввиду Увесистыми видами спорта Потом себя в форме Поддерживать Весьма-весьма непросто Я это по себе знаю Просто Абсолютно верно Да Так что может быть И хорошо что бросил Возможно Кто еще занимался Или занимается Володя Бывало Иногда тогда Иногда тоже спортом Подзанимаюсь Так немножко Чем конкретно Да тоже Качалка Ну это было Еще при Царе Горохе Так что очень давно При Эльцине что ли Ну не совсем Ну и так же Тоже как-то Ну понятно Касательное отношение Касательное отношение Так Ну у ритм секции Не спрашивают 46-47 Это короткий номер Для смс К ваших сначала Свои Пробел А дальше уже Все что хотели бы Адресовать коллективу Как вопросы ваши Так и эмоции С впечатлениями тоже Делитесь Нехилая такая группа В плейлист к себе Добавлю Станислав Павлов Написал Ну могу сказать Что пока что Ни одного Такого негативного Отзыва я не обнаружил Вот правда Денис Журавлев пишет вот Что может меня за идиот Принять Но мне кажется Что голос Именно когда вокалист Подхрипывает Перекликается Внимание Барабанная дробь С Кипеловым Не тональностью Не тональностью Конечно Но вот сами-то Послушайте Я не знаю Я не обнаружил Ничего близкого Своеобразный Вполне себе Самостоятельный голос По-моему Кипелов-то не хрипит Особо Да Кипелов Кипелов не хрипит И не особо Не хрипит Так что я В общем не очень понимаю Где там связь какая Но бывает иногда Люди слушающие А может интуитивно чисто Так навеяло Что-то да Что-то в голову надуло Да Вот и вдруг Кипелов пришел Возможно Такое тоже бывало Не раз У меня тоже бывало Как надует что-нибудь в голову Такое приходит Кто будет дальше Что будет дальше То бишь Какая песня Так и было задумано Как всегда Живой звук В программе Живые Группа Седлас Здесь сегодня Поехали Сейчас секундочку Шейнин там кнопку нажмет Нажал Погнали Групп И день Закрыв глаза Ставил тень Я не надеюсь Долго ждал Когда ужасный Мед настал Когда все стало Ни к чему Когда весь мир Ушел во тьму Я сделал шаг Оставил тень Решив убить Последний день Но так и было задумано Все о чем ты задумал Я уносила меня Вперед Ты показалась Не вымыслом Что я не вынес Что чувство Это лишь слов Полет С глаза в глаза Прикоснувшись А с высоты Больно руку в шеи Тянет меня К тебе Сколько сердца Разбитого Слом Чувства Убитые Не найти Теперь Ну да Пускай проиграна Война Пускай все вышло Как всегда Себе пытаясь Изменить Я смысл, а суть Решил убить Тогда я понял Что к чему Тогда увидел Наяву Глаза в глаза Последний раз Я осознал Что нет у нас Но так и было задумано Все о чем Когда думал Я уносила Меня Вперед Любовь казалась Не вымыслом Что я не вынес Что чувство Это лишь слов Полет С глаза в глаза Прикоснувшись А с высоты Больно руку в шеи Тянет меня К тебе Сколько сердца Разбитого Слом Чувства Убитые Не найти Теперь Выключай прибочку Ребят Времени Погуживает О, сейчас тихо Хорошо Не у тебя Не ты Косятишь Нет? Не я Не я Андрейский пишет Ну, нате вам негатив Я перерыл Все я гугл А так и не нашел Где купить диск группы Плохо это Очень плохо Может я все-таки Не умею пользоваться Гуглой Но негатив Налицо В группе написано Где можно купить Так, Андрей Идите, пожалуйста В группу Туда легко попасть В анонсе Посмотрите на ссылочку Она активная Вы диски-то сами Действительно Как продаете Или как распространяете Кому-то дарим Кто-то покупает Где? На концертах Именно на концертах Только на концертах Ну, в принципе, да Не всякие там iTunes Вот этим всем Вы не пользуетесь Ну, iTunes пока нет То есть iTunes Вот-вот должен появиться Но появится Появится 100% Хотя бы в цифровом виде Можно будет купить альбом Почему спрашиваю? Потому что Много очень среди Слушателей своего радио Тех, кто не любит Не то чтобы не любит Они могли бы скачать За даром Но они предпочитают Все-таки это делать За деньги Потому что таким образом Чувствуют, что помогают Музыкантам Это очень важно Действительно Так и есть Так и есть И мы культивируем Собственно Это и отношение к музыке Потому что я полагаю Что музыканты Все равно люди Которые будут заниматься Творчеством Но кто-то им помогать-то должен Хоть кто-то им должен Хоть копеечкой Как-то помогать Совершенно естественный подход Мне кажется Нормальное Естественное дело Ребята А есть ли у вас конфликты В коллективе? Ваша ватрушка-петрушка? Что у вас так много Иносказаний таких Кто такая ватрушка-петрушка? Это очень давняя подруга С ней, честно говоря Уже столько всего прожито Поэтому я даже не помню Как мы познакомились Так я об этом даже Не пытался спрашивать Конфликты? Конфликтов абсолютно нет Вообще нет? Вообще нет Просто деремся То есть это не конфликт Это так? Ну это нормально Вместо привет Вместо привет Бах Нормально Ну а если серьезно? Абсолютно серьезно Вообще никаких конфликтов Не бывает? А как вы договариваетесь? А вот как-то получается Вот так с первого раза Хоп И получается И договорились? Да А кто чаще идет на компромисс Если не получается Договориться сразу? А такое бывает вообще? Не знаю Кто-то другой обычно виноват Кто именно? Мы не можем договориться Вот кто-то Любой левый человек виноват То есть у вас серьезно Не бывает конфликтов никаких? Серьезно Слушайте Ну вы уникальные люди На самом деле Столько лет вместе Столько лет бок о бок Я так понимаю Ну притерлись уже Вы с Володей Лезть 10 уже вместе Да И конфликтов нет Нет И еще не надоели друг другу Надоели Но конфликтов нет Не ну круто Это очень здорово Действительно Когда в коллективе Такие добрые Теплые человеческие отношения Мне лично Это очень нравится Так Значит Тут тоже много всяких Это что было сейчас? Кто упал? Что ты уронил? Я думаю вот что На сегодняшний день Действительно Очень часто Так сталкиваться Приходится с тем Что очень много музыкантов Играют музыку Разную музыку И хотят пробиться Как-то К свету К софитам Опять же Стать более-менее известным Просто потому что Иначе Какой смысл в творчестве Слушаю вас И прекрасно понимаю Что то что вы делаете Очень симпатично И по текстам И по музыкальной части По музыкальной составляющей По аранжировкам И понимаю что Группе Ну понятно что не год Это все шутки шутками Но достаточно времени Для того чтобы было Научиться всему этому Да И для того чтобы Это все освоить Редкий случай Правду говорю Как есть Редкий случай Когда коллектив К сожалению пока Мало известный коллектив Выдает В программе На сегодняшний Вот на данный момент Семь песен сыграно Выдает что не песню То в принципе Уже готовый Совершенно нормальный Радиный хит Чья это чуйка А мы долго готовились Десять лет до этого Десять лет да Я понимаю Но все таки За десять лет бывает У группы Одна две песни И дальше до свидания А у вас вот уже По ходу седьмая По программе А мы все что не родийное Мы взяли и убрали Даже восьмая В смысле убрали Ну Песен же много играется А как ты можешь знать Что родийное Что не родийное Как ты это понимаешь По ощущению Вот просто Не вижу я в эфире И поэтому Чуйка такая Да Чуйка А когда пишешь Или вы вместе Когда пишете Вы понимаете Что эта песня Скажем Пойдет в эфир Может вернее Пойти в радиоэфир Или не может Пойти в радиоэфир Конечно У нас каждая новая песня Это обязательно хитяра Все Да Загорец И все остальное Все Неинтересно Уже новое Новое Все Понятно Хороший подход Я почему спрашиваю Очень в свое время Говорю прямо об этом Наше радио Испохабило жизнь Огромному количеству Говорю об этом смело Потому что Это в общем тема такая больная Очень большому количеству музыкантов Потому как музыканты Играющие музыку Не попадающую по формату На свое В смысле на русское Какое-нибудь радио Да Там попса Приносили свою музыку Вроде бы как На эту радиостанцию А там им говорили Нет Вы здесь звучать не будете И что было делать музыканту Ну только что в андеграунд Говорю кстати об этом Только потому что Я сам имел отношение К этой радиостанции Поэтому Это и моя ответственность Тоже в некотором смысле И музыканты Либо заканчивали заниматься музыкой Потому что понимали Что никому они не нужны Туда не берут Туда в принципе Бесполезно соваться Нет смысла И либо оставались в андеграунде И давали какие-то клубные концерты Но хоть как-то Развлекать друзей Ну а сколько у нас групп было Которые вылезли Без помощи радио Сколько Ну достаточно Сколько Ну-ка назови Слот Слот? Да Я тебя умоляю Как это они без помощи радио А когда они появились на радио? Кто? Слот Давно Ну я узнал о них За много ранее Чем они Это ты узнал о них Я тебя могу назвать Долговый список групп О которых я узнал заранее Очень давно Их нет на радио Я их знаю Мы говорим о массовой Об общей известности А не известности В узких кругах Вы знали и группу ДМЦ До того как они стали известны В России Что теперь? Что они теперь Знаменитая группа Тогда были? Нет конечно Радио очень сильно помогает Реально Радио помогает ротации Радио помогает продвижению Именно поэтому Очень многие группы Понимают Рвутся на радио Но На сегодняшний день Слава богу Есть интернет И есть возможности Да У людей неленивых Каким-то образом Отыскивать что-то для себя Важное И слава богу Есть своя радио Которое помогает Правильно же Правильно же Которое помогает музыкантам Я к тому что Как только что-нибудь новое напишете Как долго я подводил К этой мысли Что-нибудь новое напишете Вот вдруг Сингл из трех песен У вас родится Неожиданно Уже родился Чичи подожди Ну зачем ты интригу рушишь Сингл из трех песен У вас неожиданно родится И вы будете думать Куда бы этот сингл Как бы Вы имеете ввиду Есть такая радиостанция Куда в общем С удовольствием Берут всякие разные синглы От всяких разных Интересных групп Вот как Ну скажи да Ёшкинку Да Я хотел чтобы ты это сказал Давай дальше петь Что это будет Да Немножко Разгрузим То есть Ну помягче будет Песенка Ну хорошо Давай Ну это мосты Я там в начале вроде спрашивал Народ спрашивал про мосты Как всегда живой звук В программе живые Группа Седлаз здесь сегодня Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В чужих глазах я вижу ложь Я понимаю все Ну что ж Жить за окном В котором свет погас Я ухожу в последний раз В тот мир где больше нет у нас И навсегда запомню этот час Где жизнь разводит мосты Я сам с собой на ты Что с нами стало не вернуть Теряет смысл всякий путь И верить больше не хочу глазам Когда достану я до дна Когда пойму что навсегда Осталось только ложь и пустота Когда дороги города В душе печаль и темнота Я от себя сбежать не знаю как Когда на части все чем жил И не понять того кем был Окно открыто только сделай шаг Жизнь разводит мосты Я сам с собой на ты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я сейчас поставил себе Серьезную задачу Поговорив о том Что не песня То попадание Я теперь пытаюсь обнаружить Ну как сказать Что-нибудь А я не знаю такого понятия формат В моем понимании В музыке формата два Музыка и не музыка Либо хорошо Либо совсем никак Совершенно не имеет значения Как ты играешь На чем ты Главное чтобы это цеплял Тут был тут Радик Тюлюш С Челомой Ну это Хоан Хоурту Такой проект Горловое пение Там я тебе скажу Никаких барабанов Но так цепляет Так бьет по душе И по сердцу Народ просто тут Выпал в осадок абсолютно Поэтому не имеет значения Рок не рок Не важно Это не главное Я о другом Вот ты сказал Что вы отбирали Готовили программу Понятно что Готовили какое-то количество песен Чтобы их спеть Здесь сегодня и показать Но ведь если Есть из чего Выбирать Тогда и выбор хороший Если не из чего Получается что В общем-то и выбрать нечего Да мы почти весь альбом сыграли Если это один альбом Ну как да В целом почти да Если вот это альбом Это не сборник Лучших песен С пяти-шести альбомов Пока одна песня была Не с альбома Хорошо Одна песня была мимо Я вам скажу Что на мой взгляд Сегодня У нас В студии происходит Абсолютное чудо Как минимум Мне так кажется Я уверен Что меня поддержит Аудитория Сегодня рождение Новой Российской Музыкальной Звезды Группа Сэдлэс Потому что Что не песня И все Если я понимаю Кроме одной песни Сыграна из одного альбома Вот все бы Группы писали такие альбомы Вот все бы Что не песня То цеплючая Что не песня То хит Что не песня То хоть Прямо сейчас в ротацию Но это же круто Это же необычно Ну мы стараемся Да дай ему бог здоровья Спасибо У тебя есть любимая группа? Наша Неважно Не имеет значения Есть Какая? Мьюз Мьюз Вот ты берешь альбом Мьюз Тебе что Все 10-12 треков нравятся? В принципе да Да ладно? Ну да Да ладно? Ну там в каждой песне Есть какая-то такая вот Понятно Сэдлэс равно Мьюз Я понял Тогда я понимаю В таком случае Я просто хотел сказать Что обычно Бывает альбом послушаешь Ну две-три песни Для себя выделишь Остальные Ну ничего так Ну ничего Ну пусть будут А тут не знаешь За что и схватиться То в принципе Все вкусно Так Народ пишет Пишет на смс-портал Вот что Кто ваш любимый Музыкальный критик? Чья критика для вас Наиболее важна? Ася спрашивает Ваша семья Ну я не критик Это первое Хотя конечно мог бы Я не критик И поэтому Собственно от меня Ждать критики бессмысленно То что вы здесь Это уже комплимент Критику я позволяю себе Тогда когда группа рвется В ротацию например Или в программу Живые А мы ее не пускаем Ни туда Ни туда Ну тогда я могу Высказать критику И объяснить людям Почему это не происходит А раз вы уже здесь То в принципе Вы прошли вот эту критичную точку Вы достойны того Чтобы вас слышало Как можно больше людей А был какой-то диалог Когда еще на нашем радио Была программа Со мной? Ты общался Со мной общался? Чуть-чуть Когда это было? Тогда еще точка Которая называлась Пару лет назад Пару лет назад И что хотел? Я уж что-то и не помню И в итоге Сошлись на том То что Слишком много групп Их все не переслушать А я просто не успевал тогда Да Возможно просто до вас Не добрался в тот момент Я сидел плакал Плакал? Да Сейчас нормально Уже пришел в себя? Ну слава богу Недавно Жизнь продолжается Ты же понимаешь Да действительно Всех иной раз не успеваешь Ну просто огромный поток А кто-то написал тут Что господи боже мой Сколько же еще хорошей Этой музыки в России А люди привыкли Слушать одно и то же И это чистая правда Если сейчас мы посчитаем Мы тут до эфира считали Сколько групп побывало В программе живые За три года ее существования То мы пришли к цифре Примерно 800 Это только Ну примерно Только за Только в программе живые А пардон Сколько же групп Которые подавали Свои заявки на ротацию Сейчас в ротации Своего радио Больше трехсот групп Больше трехсот И это не предел Это настолько не предел Так много еще интересного Хочется всех как-то Но тут уж приходится думать Куда же Куда же этих всех воткнуть Поэтому возможно Тогда не добрался до вас По причинам времени А потом просто ушел оттуда Поняв что там делать больше нечего И уже все Теперь вы здесь Слава богу Значит свои Пишет человек Гадость вам Парни судя по текстам Признайтесь что вы Играете сопливую попсятину Хоть и зажигательную Да это так Спасибо за мой день рождения В кубинском баре Очередной привет с Йобурга От Рикард Смир Это опять Рикард Смир Он сегодня просто заполонил СМС портал А вот и настоящий русский рок Пошел Пишет кто-то без подписи Что же он такой за настоящий В чем же его Я никак не могу понять А вот то что было До того Это что не настоящий А акустическая гитара Появилась все сразу Русский рок А вот в чем дело А была лайка если была бы А была лайка если была бы Вдруг неожиданно прозвучала А все фолк сразу Это фолк да А да 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 правильно Если флейта была лайка или скрипка Это фолк Совершенно верно Значит Ох лукавят пацаны Бывший барабанщик Махожук Мухожук Все правильно да Мухожук Ушел от них седой походу Конфектов у них никогда не было Называется Опять рекордсмен Речь шла о нынешнем составе А в прошлом таки были конфликты В прошлом были да А что за Мухожук Ну это его прозвище То есть почему Не ну Муху я понимаю И Жука тоже А как соединить то Несоединимые Как скрестить эти понятия Муху и Жука Это очень долгая история Ну то есть с ним разошлись конфликтно Ну Мы пытались Разойти с ним на доброй ноте Приезжали Общались с ним То есть объясняли Почему так мы делаем Зачем То есть как бы Давали шанс Реабилитироваться Человеку А Человек Ну он ушел в Рамштайн Я понял Да он начал писать Всякие гадости нам И как то вот Не сошлось общение нам Ну Володя Это человек интеллигентный Вежливый Он если что Просто так не пошлет Только по делу Ну кстати За полтора года Вот это первое Общение от него От Мухожука? Да Так это не он Это Секундочку Это о нем спрашивают А о нем спрашивают Это Миха опять Это Миха Да А ты думал сам он написал? Я думал сам написал Да А то есть у него Мухожук Это не секретное прозвище Нет Кстати она тоже там В Екатеринбурге появилась Кто? Прозвище вот это Мухожук? Да Ну ладно Значит Рекордсмен Главный фанат группы Пишет Юлия Усова Ну видимо да Давайте еще споем Потому что важно Чтобы вы сегодня Больше песен показали своих Да давайте Да что это будет? Песня 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 Заглавная с альбома Да Как называется эта песня? Дыхание Дыхание Потому что вы же поете А секундочку Вот с этого альбома Так и продолжайте петь Задержка дыхания Называется альбом А заглавная песня Дыхание Понятно Короткая версия Как всегда Живой звук Программе живые Здесь сегодня светлась Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер со мной Дальней дорогой Подальше от Бога Туда, где свобода Кто-то со мной А кто-то остался Я не сдержался И в пропасть сорвался Ветер с грозой Тучью носит Кто был неправ Вряд ли кто спросит Я не боюсь Остаться один Я с этим чувством Не разбили Но кто-то должен жить Кому-то дальше плыть А мне остаться Затое дыхание Но Пока не сел на дно Мне будет все равно В моих глазах Свободное сиянье Кто надо мной И что-то меняет Жизнь у других Оно меня вспоминает Ветер несет Чьи-то мысли вперед Но только мне безразлично Все наоборот Кому-то жить вопреки Без понимания Вокруг те же люди Без души и сознания Я понимаю все На что ты молчишь Ведь для меня Осталось только лишь Но кто-то должен жить Кому-то дальше плыть А мне остаться Затое дыхание Но Пока не сел на дно Мне будет все равно В моих глазах Свободное сиянье Но кто-то должен жить Кому-то дальше плыть А мне остаться Затое дыхание Но Пока не сел на дно Мне будет все равно В моих глазах Свободное сиянье Народ тут начал Кстати сразу Вспоминать Что такое Мухожук Борис Михайлович Я устал Я мухожук Это оттуда Или вот человек Например Руслан Ильнов Семен Если меня память не изменяет Это из песни Цоя Закрой за мной дверь Я мухожук Вот тоже оттуда Ну да Понятно Именно поэтому Он мухожук То есть это не обидное прозвище Нет Это русско-рокерское прозвище Я теперь буду знать Никогда не думал О том что мухожук Это круто Вот правда Даже в голову Такое не приходило Движемся дальше Осталось у нас Совсем мало времени 15 минут Две песни Есть еще две песни Есть еще Вот видишь Как мы все верно рассчитываем Как раз Туда Тютелька в тютельку Что называется Попадает Мне вот что хотелось бы Сейчас с вами Немножечко обсудить Ну так В легкую Философствовать особо Сегодня почему-то Я не настроен Не намерен Да и не надо Оно вам Да у вас же Совсем другой подход К жизни Правда Легкий такой Сквозной В хорошем смысле Сквозной Когда случаются Трудности какие-либо Ну мало ли Всяко бывает в жизни Неурядицы Что-то не срослось Что-то где-то не получилось Как вы эту историю Для себя решаете Кто-то бухать начинает Ну масса таких примеров В русском роке так особенно Кто-то уходит в качалку Не знаю Кто-то в секс С головой окунает Ну всякое разное Люди по-разному себя ведут Вот вы как справляетесь С трудностями Которые не имеют отношения К музыке А скорее вот Душевные Духовные А о каких Неурядицах Нет речь Ну сам с собой Не согласен Я не знаю Сам себе не веришь Не согласен Я напишу песню Об этом Потому что я не согласен Кто-нибудь услышит Тоже поймет А у меня такое было И скажет О классная песня А я впаду в тяжелую депрессию И буду лежать А то есть Он песни пишет А ты лежишь В это время Ну да Какие вы разные Все-таки Хотя похоже На самом деле Хорошо Ну мало ли какие могут быть Неурядицы Черт его знает Денег не дали Ты ждал зарплату А ее тебе не дали И вот что И что И как ты это пережил А ты хотел Знал что получишь зарплату Купишь билет на мюз На любимый А денег не дали Концерт мюз через 3 дня А денег нет Я сейчас придумываю Я не знаю Изобретаю какую-то хрень Конечно Ну Даже не знаю То есть ты не расстроишься Ну в принципе нет Не в деньгах счастье Понятно что не в деньгах В их количестве А Вовка как Расстроится Ну все Впаду Впадешь Впаду То есть этот выпадает Ты впадаешь Потом он тебя вытаскивает Из этого состояния Хорошо С любовью не срослось Не знаю Потерял любовь Было такое Опять же Можно То есть ты уляжешься спать А ты будешь песни писать Поэтому Да То есть вы настолько Все-таки разные Кто из вас больше оптимист Или пессимист По жизни Ну я наверное Больше оптимист А ржет больше Вовка Ну я это так На духовном уровне Все А с Васей Если с Володей Посмотреть Кто из них кто Кто из них оптимист Кто из них пессимист Я басист Вот это браво Вот это браво А Шенин Я его имел ввиду В принципе тоже Ты кто по жизни Оптимист Пессимист Я барабанщик Где-то между Наверное Что-то Ну как-то Ну Стараюсь конечно Оптимистично подходить К Ко всему Стараться Хоть это и сложно Конечно Радоваться всему Что происходит То есть Ну так Можно сказать Философски подхожу Но бывает Сложно Конечно Бывает Ну бывает Нам всем бывает Сложно Как ты выплываешь Это как бы проходит Так все проходит Да Есть такая притча Замечательная Все пройдет А это тоже Знаешь эту притчу Да Все проходит Даже старость Да Я говорю Как ты выплываешь В данный Оно пройдет Когда-нибудь Ну как ты себя Заставляешь выбраться Из состояния комы Внутренней Психологической комы Ну я продолжаю Делать то Что я делал То есть Я не останавливаюсь Стараясь там То есть Как долбал Так и долбишь Понятно Да То есть Ну то есть Не изменять себе Как бы Выбрал дорогу Идешь по ней Не важно Что там Со всех сторон Происходит У вас крутой барабанчик Едешь и все Крутой барабанчик Он вам не даст Сойти С того ритма В который он уже встал Встал на этот ритм Все Хоть ты кричи ему Быстро Медленно Не важно Он уже свою дорогу выбрал Он сам сказал Вот и прав И он чертовски прав Хоть кто-то должен Вас как-то корректировать Давайте петь дальше Что это будет Давайте Песня тоже С этого альбома Да что же вы все Как-то все Сегодня просто Сердце рвете Как называется песня Война Если она окажется Хитовой То наверное Я сегодня Потеряю в принципе Все ориентиры Для себя по жизни Как всегда Живой звук В программе живой Седлаз здесь сегодня Поехали Я всегда хотел покинуть Мне знакомые места Бросить все И тихо сгинуть И не оставив И следа Все к черте Меня здесь мало Воспустает суета Боже, как меня достало Выживание Война Здесь размененные мысли Замедляют стрелок ход Пару слов Пару слов Как меткий выстрел Поднимают новый взвод Здесь разрушенные души Как осколки от сердец Сколько нам придется слушать Тех, кто нас вьет Насмерть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я ничего не буду говорить Да, не буду принципиально Потому что как-то слишком много И так я вам, по-моему Медом спину уже помазал Практически Действительно Хватит уже 46-47 Ну прям не хит-хит Но для ротации Вполне сойдет Руслан Ильинов 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Ксвои сначала Про Бельчика Затем уже все Что хотели бы адресовать коллективу В песне «Мосты» Такой налет Русско-роковой духовности Православненько Надо вернуться к вопросу О том, что такое русский рок Зачем? Ты хочешь сказать об этом? Нет, не хочу Зачем возвращаться так дальше? Это просто из той же серии На самом деле В моем понимании Можно возвращаться Сколько угодно На одну и ту же точку Но ты с места не сойдешь Если люди не хотят признать Очевидные совершенно вещи Не про вас И не про аудиторию своего радио Очевидные совершенно вещи Что музыка Опять же Она Сегодня может быть близка тебе А завтра нет Сегодня тебе это нравится А завтра не очень И я уже рассказывал Я пример приводил Тысячу раз уже Когда в свое время В моей юности Да, так скорее, молодости Была безумно популярна Группа «Ласковый май» Я уже думаю Что не надо называть Не говорить, что это такое А меня тошнило от этого всего Я, конечно, слушал другую музыку Абсолютно другую Зря? Ну вот видишь как Сейчас ты меня Сейчас секундочку Я опять сейчас начну менять Отношения к вашему коллективу Да, я не мог этого слушать нормально Я понимал, что это Да Шли годы И вот уже став взрослым человеком Где-то однажды случайно Услышал эти чертовы белые розы И вдруг такая ностальгия Как-то накрыла И подумал, господи А ведь это же ничего Так Вполне себе можно служить Так что Никто никогда не знает Где найдет, где потеряет И отказываться можно Прямо сразу От всего чего угодно Лучше прислушаться И всегда предполагаю Что лучше всего Прислушиваться К тому, что делают люди Особенно если эти люди Старательно Занимаются творчеством Причем творчеством много лет Вы же ведь не бросаете Это все 10 лет Хотя и группа неизвестная Вы пока Вот сильно, да? Но мы долго учились Пока мы научились Пока мы гитары купили То есть там очень долго То есть там расчет Идет с того момента Как мы играть научились Группу говоря Ну вот прошло 10 лет Опять моя теория срабатывает Слушайте Я как-то вывел теорию Что группа становится группой По-настоящему группой Которая в принципе уже готова К тому, чтобы о ней узнала вся страна Через 8-10 лет Вот ваш срок пришел Сейчас то самое время Когда вы вполне можете Стрельнуть так Что разлетятся все вороны Которые были в окрестностях Вполне серьезно Опять теория Повторяется И она подтверждается Лишний раз Какой хронометраж Я понимаю, что ответа Вы не знаете Но на всякий случай спрашиваю Какой хронометраж У той песни Которую вы хотите Закончить сегодня эфиром? Слово-то какое Да Ну времени Сколько она тянется, господи Сколько это тянется? Ну где-то 3 минуты Ты уже говорил про это 3 минуты А было 4,5 Что же вы не знаете Хронометраж Своих песен? Ну 4 Как называется песня? Ее там нет Ха Хронометража-то нет В принципе Ладно, к сожалению Надо уже нам с вами Подходить к финалу Просто прощаться Вот что я вам хочу сказать Сегодня эфир прошел В такой достаточно Веселой Забавной атмосфере Но это не значит Ничего ровным счетом К тому, что я сейчас хочу сказать Это не значит Что мы плохо к вам относимся Боже упаси Просто вы сами по себе Ребята веселые Задорные С хорошим глазом Блестящие глаза У музыканта, у творческого человека Это вообще редкость нынче Особенно, когда он 10 лет пилит И 10 лет пытается пробиться И все Я уверен У вас получится Все у вас сложится Я абсолютно в этом убежден Просто потому, что чуйка есть Вот моя чуйка подсказывает мне Что еще чуть-чуть И название бы проще какое-то Ну, сейдлес так сейдлес Надеюсь, привыкнет народ В конце концов К ногу свело привыкли же со временем Хотя как это Оно приедается Какое бы ни было Как ни назовися Оно станет известным То люди перестанут задумываться О смысле этого слова Ну, в общем, хотел бы, чтобы так и было Причем в ближайшее время Просто вот это слово Оно начнет ассоциироваться Только с вами Да, с командой Только с вами Абсолютно Никто не будет уже думать Что это такое Как это переводится Да какая разница Все верно, да Все верно Я когда в свое время прочитал Что один ученый изобрел машину времени Я решил, что речь шла о Макареевиче Но оказалось, что нет Он все-таки пытался действительно Составить из каких-то конструктивных фигур Какую-то абсолютно естественную Живую машину Не получилось Совершенно верно И так не должно было получиться Завтра в программе «Живые» Это в качестве анонса Группа «Манчестер» Немножко другая музыка Но тоже очень любопытная Поэтому рекомендую Кстати, да Хочу напомнить Что с этой недели Программа «Живые» Выходит в эфир Не пять раз в неделю А четыре Пятницу мы отдаем На откуп дачникам Понимая прекрасно Что музыкантам Приходящим в студию Хотелось бы сыграть На как можно большее количество людей А нынче народ уже поехал Огороды копать И, в общем, ради музыкантов В пятницу мы, в общем, вычеркнули Пока из списка Чтобы не чувствовать себя Потом неловко Когда люди поиграли Рассчитывая на большую аудиторию А в это время Кто-то огурцы сажал Не очень это хорошо Чем вы закончите Сегодняшний эфир? Закончим песней С первого альбома Называется «Мы расстаемся» Но прежде, чем мы сыграем песню Хочется от лица всей нашей группы Сказать вам, Семен Большое спасибо Сразу говорю, пожалуйста Время тянем Не успеем За то, что пригласили За то, что мы поиграли Все было здорово Класс, давайте играть Спасибо большое Группа Седлос Сегодня здесь Закрывает свою музыкальную программу Запоминайте это название Оно это вам пригодится Потому что рано или поздно А я думаю, что очень скоро Вы это имя будете знать наизусть И вся страна его узнает Очень бы этого хотелось Поехали Всем пока, до завтра Субтитры сделал DimaTorzok Все, возвращаясь Все, возвращаясь снова к вам Я не могу ни тут, ни там В открытых окнах В открытых окнах бьется свет Я вам кричу, но вас там нет Остановите этот круг Я разберу, кто враг, кто друг Кто был со мной, кто рядом шел А кто простился и ушел Где, когда, насколько и куда Мы расстаемся навсегда Мы расстаемся не означай Но распейте первое стекло Как надоело мне оно Но все счастливо, не скучай Нет, забыть я это не смогу Я спотыкался на ходу Возврат на пару лет назад Всех восстановят снова в ряд Оставят тысячи обид Оставят лишь наш общий вид Поставят всех, чтоб все сошлось Но нас вернуть не удалось Где, когда, насколько и куда Мы расстаемся навсегда Мы расстаемся не означай Но распейте первое стекло Как надоело мне оно Но все счастливо, не скучай Все, я возвращаюсь снова к вам Я не могу ни тут, ни там В открытых окнах бился свет Я вам кричал, но вас там нет Остановите этот круг Я разобрал, кто враг, кто друг Кто был со мной, кто рядом шел А кто простился и ушел Где, когда, насколько и куда Мы расстаемся навсегда Мы расстаемся не означай Но распейте первое стекло Как надоело мне оно Но все счастливо, не скучай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА